Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Выборы в законодательное собрание Республики Западной Армении 2018 года. Бако Саакян отправился с рабочим визитом в США. Москва считает, что террористы не следуют сочинскому соглашению по Идлибу. В Тигранакерте задержано 38 человек. Были выдвинуты новые обвинения по делу Османа Кавала. Аресты продолжаются. В Тигранакерте был обнаружен канал. Хакари снова объявлена особой зоной безопасности. Принимайте участие в выборах с 22 ноября по 1 декабря 2018 года. Для участия в выборах нажмите на ссылку ниже, чтобы найти все возможности, необходимые для голосования за депутатов. В вопросном листе заполните форму гражданства и примите участие в выборах. После регистрации вы можете проголосовать «Да», «Нет» или же воздержаться в конце своей формы. Вы можете прочитать профиль каждого кандидата, нажав на его фамилию. Президент Республики Арцах Бако Саакян 16 ноября прибыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха. Террористы Хаят Тахир Аль-Шама напали на сирийскую армию в северо-западной части Хамы. Под глубоким туманом террористы Хаита Тахир Аль-Шама совершили ряд нападений на сирийскую армию близ Аль-Фура. Аль-Фура расположен на севере стратегической горы Юб-Аль-Ахмар на северо-востоке Латакии. В нападении было убито несколько сирийских солдат и солдат национальных сил обороны. В настоящее время число погибших составляет от 20 до 25 человек. Считается, что предгорный район Аль-Кхаба будет частью Сочинского соглашения 17 сентября. Поскольку террористы отказываются покидать этот район, он считается военной зоной. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в свою очередь заявила, что различия между террористическими и так называемыми группами умеренной оппозиции в демилитаризованной зоне сирийского региона Идлиба не было успешно установлено. По словам Захаровой, этот процесс начался в сентябре между Турцией и России, который, несмотря на усилия Анкары, еще не завершен. По словам посла Сирии в России Риада Хадада, следующая встреча по Сирии состоится в Астане, где будет обсуждаться вопрос о реализации российско-турецких соглашений в Идлибе. Министр по вопросам национального применения Сирии Али Хайдар сказал, что рано говорить о примирении в провинции Идлиб, поскольку ситуация в регионе остается хрупкой и находится под контролем террористов. Аресты в Тигранакерте продолжаются. Генеральный прокурор отдал приказ об арестах Диарбекира, Хакари и ряда других регионов. В частности, с помощью вертолетов и специальных отрядов были обысканы дома граждан, в результате которых 74 человека были арестованы, в том числе 7 руководителей районов и сельских мэров. Действия были совершены в Вениче, Хире, Багларе, Каяпинаре, Суре, Тигрисе, Эргане, Чермике, Ластере, Хазо и Кошакей. 34 из них были задержаны и 38 человек были освобождены подпиской о невыезде. Государственный департамент заявил, что эта операция была направлена на террористическую пропаганду, привлечение новых членов, восстановление укрытия, а также на финансовую поддержку и помощь этим учреждениям. Расследование по делу председателя общественной организации «Культура» Анатолия известного турецкого предпринимателя Османа Ковалы получила новое развитие, передает турецкий Сабах. Согласно сообщению, правоохранители представили новые обвинения против Ковалы, согласно которым во время событий в парке Гизи Ковала пытался распространить акции протеста по всей Турции и погрузить страну в хаос. Согласно обвинениям, во время акции протеста в парке Гизи Осман Ковала привел из-за рубежа профессиональных протестующих, а также организовал спецсобрания, обсуждая новые пути проведения акций протестов. Отмечается также, что во время этих акций протеста Осман Ковала провел ряд встреч с некоторыми европейскими центрами. В контексте этих обвинений, по инструкции прокуратуры, турецкая полиция возобновила волну арестов по делу Османа Ковалы. Отметим, что Осман Ковала является одним из известных правозащитников Турции. Он является одним из идеологов урегулирования армяно-турецких отношений. Он организовал в Турции множество мероприятий, направленных на армяно-турецкое примирение. Ковала бывал в Армении много раз. В принадлежащем ему издательстве в Стамбуле было издано множество книг о геноциде против армян. В его ресторане «Джезаир» организовывались обсуждения и траурные церемонии, посвященные геноциду против армян. Во время раскопок, проведенных в Диарбекире, дворец Артуклу, были найдены важные исторические ценности. В провинции Сур обнаружен 5000-летний канал, сообщает информационное агентство «Анадолу». Члены экспедиции, профессор университета Дежеле Ирфан Илдис, что во время раскопок найдены каменные и стеклянные мозаичные украшения, начиная с периода правления Мелика Салиха Мухмада Насредина. Участник экспедиции отметил, что во время раскопок на юго-западном входе в Ичкале был обнаружен канал и туннель. В Ичкале, в мечети Сулеймана и нескольких окрестностей, водоснабжение проводилось с помощью этого канала. Длина туннеля составляет почти 30 метров, но мы не знаем длины канала, сказал он. 30 регионов провинции Хакай были объявлены зоной безопасности на 15 дней, сообщает mesopotamia.com. Это решение связано с военными операциями в 30 районах Чукурии, Шамдиндили и Юксековии. В заявлении губернатора штата Хакии говорится, что в 2018 год с 20 ноября по 4 декабря 30 районов провинции Чукур, Шамдиндили и Юксекова были объявлены специальные зоны безопасности. Вышеуказанный срок доступ к этим областям без разрешения запрещен. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Акунг-ансамбль. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!